Ваши впечатления? Ваши впечатления от выставки? Представьтесь сначала. Я Вербух Александр Ильич, врач-нарколог. Думаю, что такие выставки могут быть полезны и в то же время вредны, поскольку думаю, что часть этих фотографий могут вызывать те воспоминания, которые были у людей, которые принимали наркотики когда-то. И не всегда это, наверное, хорошо. С другой стороны, ощущение страха не всегда является тем ощущением, с которым можно было бы жить. Поэтому думаю, что важно не заболтать эту проблему. Важно сделать так, чтобы те люди, которые раздают листовки на улице, те люди, которые заходят сюда, сами начали изменяться. И не просто вот так вот раздавали, ходили, а потом продолжали пить, курить, колоться, а прежде всего что-то перевернулось до убивей в голове. Поэтому думаю, что, наверное, это нужно. Но точного ответа я сказать не могу. Что Вы можете сказать? Ну, впечатления от выставки. Вражение за хри. Проблемы, случайно, снова и снова и снова, и нам больше долго будет и снова. Потому что одними выставками, разговорами ничего не досягнули. Что требует делать? Поховывать людей. У нас одразу стало вважать, что необходимо все усилия кидать на экономику, на культуру. Думали, что не требует. Ну, в Итланской это тоже один из нас таки. Потому что неможливо подокремливать культуру от экономики, экономику от культуры. Потому что без культурного выхования неможливо подняти нормальную экономику. Только представьте, пожалуйста. Меня зовут Светлана Петросян. Я сотрудник Николаевского областного общественного движения «Пенитансарная инициатива». Мы занимаемся профилактикой ВИЧ-фида среди таких категорий, как осужденные, которые содержатся в учреждениях исполнения наказаний. И наша работа еще направлена на молодежь. Но прежде всего хочу поблагодарить Юрия Юрьевна за... Нет, подожди, давай это потом. Благодарить потом. Лучше скажи о выставке. Нужна такая выставка или нет? Так вот я же хотела сказать, что это выставка очень нужна. Очень хорошо, что она организована именно в этот день, в преддверии Дня памяти людей умерших от СПИДа. Потому что в основном мы видим наглядное пособие и, в общем-то, воплощение того ужаса, который несет себе ВИЧ-спид. Но, если честно, мне бы хотелось, чтобы здесь было немножко позитивно. Потому что очень много примеров, когда люди все-таки эту болезнь не побеждают, они учатся жить с этой болезнью и быть полезными. Среди нас много таких ребят и наших коллег. Ну, конечно, нужно молодежь привлекать к таким мероприятиям, чтобы они это видели, потому что эти фотографии действительно шокирующие. И они несут в себе очень-очень много такой назидательной функции, вот такую исполняют, мне кажется. Кочергина главный врач СПИД-центра. В принципе, фотографии ужасающие. Хотя, поверьте, я видела очень многих, и видела тех, кто лечится у меня в СПИД-центре. Но, вы знаете, это то дно, я не побоюсь этого сказать, которое не доходит ни к лечебным учреждениям, ни к религиозным конфессиям, ни к каким общественным организациям. И мы их оттуда, конечно, общими усилиями должны вытащить, потому что это страшно. Это наши дети, это наше будущее. Если мы не можем уберечь уже наркомана, который действительно наркоман, то мы хотя бы должны подумать о его окружающих, о его близких и о его детях. Только представьтесь сначала. Ой, можно я уйду? Да, да. Петр, областной наркологический диспансер, главный врач. Выставка очень нужная, фотографии, шокирующие в определенном смысле. Они должны учить детей, людей, не повторять ошибки тех, кто это уже сделан. Это обязательно нужно показывать, где там молодежность, где те, которые еще не сложились как личности. Нужно помогать, даже если мы хоть одного человека где-то спасем от этого. Это наша уже маленькая победа. Спасибо. Меня зовут Николай. Я 9 лет прокололся. Конечно, такая выставка впечатляет. Хочется, чтобы, конечно, такого в наших городах, Украины, такого не было, потому что молодежь сегодня гибнет от этого наркотика. И такие выставки, они, конечно, показывают не такие, как вот бигборды, как фильмы, люди смотрят, как оно красиво начинается, но вот эта выставка показывает, чем оно все заканчивается. Гнилые ноги, слезы матерей, которых дети погибают. И, конечно, хочется, чтобы в наших городах такого было поменьше. Но сегодня статистика, она, конечно, огорчает нас, потому что наркомания, она не идет на убыль, а она сегодня только растет. И хочется, чтобы люди, побольше молодежи увидела эту выставку. Потому что молодежь, она сегодня думает, что амфетамин, это какие-то наркотики, они не знают конца всех этих наркотиков. Но мы, которые люди прокололись, мы знаем конец. И хочется, чтобы дети в школах, они увидели вот такую выставку, как провели вы. Начали, начали, поехали, снимаем. Я думаю, что существует, потому что вот по телевидению смотрю и в Украине, и в России, в общем-то, везде это проблема. А у нас в Николаеве точно наверняка есть. У нас вот и всегда придет привидение, я поставила по Ипсину. Там как бы тоже эта проблема поднимается, потому что парень рос в такой семье, где отец и пил, и гулял, и мать отправила его. Где-то в раннем возрасте, с 7 лет, и он вернулся к ней уже как бы больной не только наследственной болезнью, но и этими кутежами то же самое. И это актуальный спектакль, сейчас говорят у нас, зрители наши говорят, актуальный, значит, есть и наркомания, и алкоголизм, к сожалению. И как с этим бороться, кто знает. Это я видео сейчас снимаю. Я понимаю, но мне кажется, что надо молодежи нашей показывать все, что может быть. Вот с небольшого какого-то невинного вечерка, невинного одного шприца, невинного какого-то сексуального контакта, вот следствие. Конечно, шокирующее фото, и как бы ты задумываешься, и понимаешь. Поэтому я считаю, что надо в школах, в институтах над этой вещью, для молодежи. Но я и планирую дальше, чтобы эта выставка была. Это надо, чтобы она была, да. Пусть, я вам скажу, она не может оставить кого-то равнодушным. Это вот мое, я видела, я врач, я видела многие вещи в этой жизни, но на выставке это достаточно-таки, вот оно достает. Поэтому надо пополнять, и мне кажется, как можно больше популяризировать. И вот девиз, хотя бы одного мы остановим, и мы спасем мир. Это очень правильно, поэтому... Меня зовут Рома, мне 29 лет сегодня. Я кололся 12 лет. С 17, да, получается? Нет, я кололся с 13 вообще начал колоться. Сегодня уже не колюсь, 3 года почти. То есть, эти выставки, они на данный момент, в принципе, они нужны для города, для молодежи, чтобы видели последствия этой проблемы, которая на сегодняшний день есть вообще. Все. Только позитив, только вот пусть видят все, пусть каждый делает. Юрий, а можно? Да, поехали. Меня зовут Александр Губарь, я координатор проекта благотворительного фонда «Выход». Я работаю с пинами, бывшими потребителями наркотических веществ, которые сейчас, в данный момент находятся в ленемиссии. Ну, хочу вам сказать, у меня такое впечатление жесткое от этой выставки, чересчур жесткое. Я, ну как, не увидел здесь позитива совершенно. Понятно, что это все приводит к этому страшному, надо пояснение. Да мы как бы и не ставили цель перед собой, здесь гламур какой-то устраивать. Нет, обязательно надо пояснить людям, которые сюда придут, просто с улицы, что это такое, чего и кто это такие. Потому что это страшно, допустим. Я, Кочергина, главный врач спеццентра. В принципе, фотографии ужасающие. Хотя, поверьте, я видела очень многих, и видела тех, кто лечится у меня в спеццентре. Но вы знаете, это то дно, я не побоюсь этого сказать, которое не доходит ни к лечебным учреждениям, ни к религиозным конфессиям, ни к каким общественным организациям. И мы их оттуда, конечно, общими усилиями должны вытащить, потому что это страшно. Это наши дети, это наше будущее. Если мы не можем уберечь уже наркомана, который действительно наркоман, то мы хотя бы должны подумать о его окружающих, о его близких и о его детях.